Аллилуйя! В Нью-Йорке из метро вышел ничем не приметный молодой мужчина. Он был одет в джинсы, футболка с динным рукавом, на голове была бейсболка, он шел с скрипкой в чехле, он вышел из метро, встал недалеко возле мусорки, присоединился к стене, открыл свой чехол, достал оттуда скрипку, в чехол бросил немного мелочи, маленьких купюр, и начал играть в этом проходе, выходя из метро. Он играл примерно 55 минут времени. За это время из метро выходило, прошло мимо него несколько тысяч человек. И он играл Баха. Он играл Моцарта, Шуберта. За все это время ему, почти за час времени, ему бросили 37 долларов. Некоторые люди немного останавливались, слушали его, ну и другие все спешили дальше. Некоторые люди не могли остановить, слушали его, ну и другие все спешили дальше. Причина в том, что почти никто не узнал в нем человека по имени Джошуа Бел. Джошуа Бел – это скрипач, виртуоз, один из самых известных и самых лучших скрипачей в мире. И Джошуа Бел – это скрипка, который он играл, это была скрипка Страдивари стоимостью более 2 миллионов долларов. Вечер до этого он давал концерт в бостонском симфоническом холле. И билеты на этот концерт были распроданы за месяцы до этого. Самый дешевый билет на его концерт стоил всего лишь 100 долларов. Люди проходили мимо, слушали хорошую музыку, и почти никто не распознал в нем Виртуоза. Интересное совпадение, его звали Джошуа. Если ты поищешь в интернете, ты этот ролик найдешь, его можно найти. Это настоящая история. Имя этого скрипача Джошуа. Такое же имя, как имя Иисус. Просто в другом произношении, на другом языке. Но в другом языке. Мы сегодня говорим об Иисусе. И сегодня мы говорим об Иисусе. Две тысячи лет назад. Вифлееме родился Божий Сын и пришел на эту землю. Бог всемогущий. Дворец его видимого и невидимого. Создатель. Сама любовь. Сам Бог сошел на землю и стал человеком. И почти никто не заметил. Люди проходили мимо. Когда Иисус ходил по этой земле. Als Иисус auf dieser Erde wandелte. Так мало людей узнавали в нем Господа Бога. Я прочитаю из Евангелия от Иоанна, первая глава, десятая стих. И здесь говорится об Иисусе. Что Иисус в мире был. И мир через него начал быть. И мир его не познал. Здесь написано, что Создатель, через которого произошло все видимое и невидимое, пришел в этот мир. И мир его не познал. И интересно, что он пришел. Написано, следующий стих, 11 стих. Пришел к своим и свои его не приняли. И это интересно, что в 11-11 написано, что он пришел в Израиль, к еврейскому народу, к Божьему народу. Он пришел в Израиль, к еврейскому народу, к Божьему народу. Сотни лет до рождения Иисуса Христа пророки предсказывали, чтобы родиться от девственницы, от девы Спасителя. Израильский народ имел сотни пророчеств о том, где он родится, как он родится, что все произойдет. И евреи ждали приход Иисуса Христа. 12 стих, 11 стих. Пришел к своим, свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, он дал власть, быть Детьми Божьими. Которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово, имеется в виду Иисус Христос, стала плотью и обитала с нами, полная благодати и истины. И мы видели славу его, славу как единородного от Отца. И Иоанн говорит, мы видели славу его. Иоанн был из апостолов, которые сопровождали земную жизнь Иисуса Христа. Иоанн и многие другие ученики Иисуса Христа каким-то образом смогли разглядеть в этом простом плотнике из Назарета, Сына Божьего. Но так много людей, которые следовали за Иисусом, не смогли в нем распознать своего Господа и своего Спасителя. У них были свои ожидания. Знаете, почему люди не принимают? У них свои ожидания. Часто люди говорили, а мы думали. А мы ожидали. Что если Бог придет, Он придет, аж земля затрясется. Когда Бог будет говорить ко мне, Он прям мне так в ухо как прокричит, я пойму, что это Бог. А иногда Бог говорит шепотом. А иногда Бог говорит через картины. А иногда Бог говорит через твоих детей. А иногда Бог говорит с тобой через рекламу, на плакатах, на Биг-Бог. Иногда Бог находит пути, которые мы не ожидаем, что сейчас Бог будет говорить с нами. Знаете, Иисус – прямая противоположность Деду Морозу. Когда люди переодеваются Дедом Морозом. Когда люди переодеваются, перевоплощаются в Деда Мороза. Это совсем простой мужик, дяденька. Дяденька, одевает на себя бороду, одежду, превращается в кого-то особенного. Роте Клайдинг, и он будет за что-то особенное. Он начинает вести себя как Дед Мороз, разговаривать с Дедками. Он ведет себя как Дед Морозом. Он ведет себя как Дед Морозом. Он плеет Gesprечки с дедушками с дедушками. Дедушка тебе подарочек принес. Он был простой и стал чем-то особенным. С Иисусом произошло все наоборот. Кто-то очень особенный. Особенный. Бог. Гот. Стал очень простым. написано, взял на себя образ раба и по виду стал как человек. Люди приходили и смотрели в хлеву. С этими всеми запахами. С этими животными. В кормушке для скота. Иногда Бог дарит самые лучшие подарки в такой упаковке, которая нам кажется... Знаете, но есть люди, которые способны увидеть ценность в вещах, которые на первый взгляд кажутся... Неприметными. Но есть люди, которые видят цену определенных вещей в том, что он неизвестен. Вы знаете, что бриллиант, перед тем, как он стал бриллиантом ограненным, он был в сыром виде просто камнем, алмазом. Вы знаете, что бриллиант, в том, что он был просто стены. Я даю вам гарантию, если бы я сегодня по дороге домой на полу, на земле увидел кусочек прозрачного, тусклого стекла, я бы бриллиант, я подумал, что какое-то стекло лежит. И я бы вот так вот сделал и дальше пошел. Я бы не распознал в этом кусочке камня, бриллиант ценностью может быть несколько миллионов долларов или евро. Но я бы гарантирую, что есть люди, которые понимают в алмазах, и они бы сказали, Влад, стой! Не наступай, ты что? Ты знаешь, что это? Вот этот камень. Dieser Stein. Его ценность несколько сотен тысяч евро. И ты прошел мимо. И ты не хочешь просто в него кий-то neurologии. Есть люди, которые способны в чем-то обычном увидеть ценности. Es gibt Menschen, которые в чем-то обычном Gamzee sehen. В простых людях заметить Талант. Ан Angeles понимает severность. Имея бизнес, увидеть возможность. Есть люди, которым дано увидеть в обычном что-то особенное. Когда у людей открываются глаза и они способны увидеть в простом человеке по имени Иисус, Сына Божьего, они не просто становятся богаче, они не просто становятся известнее или инфлессreicher. Которые в этом младенце Иисус открывает для себя Бога, их жизнь совершенно меняется. И если ты знаешь кого-то из верующих людей, которые в свою жизнь приняли Иисуса и в Иисусе увидели Бога, ты увидишь, что их жизнь совершенно поменялась. В Новом Завете мы читаем множество таких историй. Мы считаем, как из убийцы, из гонителя церкви, из очень жестокого человека по имени Савл. Из него превратился человек в человека по имени Павел. Потому что он однажды повстречался с воскресшим Иисусом. Эта встреча с Иисусом, это осознание, что Иисус есть Господь, поменяла его жизнь навсегда. И Иисусом, и это действие, и иисус, и Иисусом, 他 свое жизни полностью изменилось. Когда Иисуса Христа распинали на Кресте, слева и справа от него распинали двоих настоящих Бандитов и Разбойников. И один из них мог распознать в Иисусе Господе. И один из них konnte в Иисусе Господе Он обратился к Иисусу и сказал, Господи, вспомни меня, когда придешь в Царство Своё. В этом окровавленном, избитом, униженном, опущенном человеке именем Иисус, распятном на кресте. У него была способность распознать в нем Господа. Римский воин, сотник, стоящий у креста, видевший, как происходит распятие. Блудница. Которая жизнь изменилась после встречи с Иисусом. Которая поклонялась ему как Господу, пока он был на этой земле. Человек, которого Иисуса исцелил, он был слепым от рождения по имени Вартимей. Самое важное и интересное, что эта история измененных судеб на времени Нового Завета не закончилась. до сегодняшнего дня. Люди, которые способны в Иисусе распознать для себя своего Господа и Спасителя, именем Иисусе, именем Иисусе, их жизнь совершенно изменяется. И не важно, какой прослойке общества эти люди находятся. Это не важно, в какой системе они находятся. Очень часто люди, которые находятся совсем внизу, вызывают к Богу, Иисус к ним приходит. Я читал много историй, видел много видеосвидетельств бывших мусульман, которые попадали в очень тяжкие обстоятельства, вызывали к Богу, Иисус приходил к ним. Я был на встрече христиан-бизнесменов, которые владеют компаниями транснациональными, которые тоже верят в Иисуса. Иисус открылся. Простые домохозяйки, простые студенты, простые рабочие, образованные профессора, бывшие криминальные авторитеты или früher криминальные, не важно, какое прошлое настоящего человека, если человека есть способность в Иисусе увидеть не просто ребенка, не просто младенца, но понять, что кто-то особенный стал человеком, это изменяет всю жизнь человека. об этом пророчествовал пророк Иисая за 700 лет до рождения Иисуса Христа. Я прочитаю из пророка Иисая 53 главы несколько стихов. Иисая 53, с первого стиха. И пророк говорит, кто поверил слышанному от нас и кому открылась мышца Господня. И здесь говорится об Иисусе, что Иисус взошел пред Отцом, ибо Он взошел пред Ним как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели Его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Doch wer glaubt schon unserer Botschaft? Wer erkennt, dass der Herr es ist, der diese mächtigen taten vollbringt? Gott ließ seinen Diener empor wachsen wie ein jung Trieb aus trockenem Boden. Er war weder stattlich noch schön. Nein, wir fand ihn unanselig, er gefiel uns nicht. Er wurde verachtet von allen geminen, von Krankheit und Schmerz war er gezeichnet, man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen, ja, wir haben ihn sogar verachtet. Он пришел для нас, 4-й стих, но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем и наказуем и уничижен Богом. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und Leiden ließ, weil er es verdient hatte. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем и ранами его мы исцелились. Doch er wurde блутig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Сünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle irrten um Herr wie schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud all unsere Schuld auf ihn. Der Prophet hat es viele, viele Jahre vorausgesagt, dass die Menschen ihn nicht erkennen, sondern dass sie ihn nicht annehmen. Wie ein Trieb in trockenem Boden. Etwas Kleines, Unbedeutsames, Kraftvolles. Und auch noch so ein qualvoller Tod. Ein Loser eben. Und die Menschen haben sich von ihm abgewandt. weil sie Erwartungen hatten. Sie hatten erwartet, dass er wie ein König kommt. Dass er alle Feinde zu Fall bringen wird. Dass er sein Reich begründet. Gott, wenn du mich irgendwann zu dir rufst, dann wirst du doch sicherlich Wunder tun, damit ich gleich erkenne, dass du es bist. Aber Gott kommt leise, unauffällig, unauffällig. viele von euch kennen oder haben den Namen schon gehört, Charlie Chaplin. Ein berühmter Komiker. Er war berühmt, man hat ihn gekannt. In Francisco gab es einen Wettbewerb von Doppelgängern, wo Leute einfach hingekommen sind, haben sich wie Charlie Chaplin angezogen und bei diesem Wettbewerb mitgemacht. Und bei diesem Wettbewerb nahm auch selbst Charlie Chaplin teil. Und niemand wusste, er als persönlich ist. Und so wie er auf der Bühne aussah, natürlich nicht im privaten Leben aussah. Er kam ganz gewöhnlich dahin, hat sich umgezogen in sein Ausfitt, kam auf die Bühne und hat den Doppelgänger von sich selbst gespielt. Und wisst ihr was? Er hat nicht gewonnen. Er sah angeblich nicht aus wie Charlie Chaplin. Er ist nicht mal bis zum Finale gekommen. Er von der Jury wurde gesagt, du siehst nicht aus wie Charlie Chaplin. Die Menschen hatten eigene Erwartungen, wie er sein sollte. Und die Menschen haben auch Erwartungen, wie Gott redet, wie Gott führt, wie Gott leitet. Ich часто встречаюсь mit dem, dass Leute, wenn in die schon ist картinke und wie die die in die Gemeinde kommen, die bestimmt Erwartungen, wenn hier nicht sehen. Die bestimmte Erwartungen in einer Gemeinde haben und werden traurig, weil es hier so wenig Kärchen gibt. Und ich werde dann gefragt, wo sind die Ikonen? Und wieso sieht der Priester so aus, wie er aussieht? warum wird bei euch geklatscht? Menschen haben Erwartungen, wie es alles sein soll. Gott bringt oft das wertvollste Geschenk in einer unbedeutsamen Verpackung. Jesus hat mal ein Gleichnis von einem Schatz erzählt, dass auf einem Feld begraben ist. Und nicht viele Menschen konnten den Wert von diesem Schatz erahnen. Aber der, der begriff, dass dieses Feld ein Schatz in sich trägt, er hat sein ganzes Hab und Gut verkauft und war der glücklichste Mensch. Die größte Kostbarkeit, das größte Geschenk und die größte Möglichkeit in deinem Leben ist in Jesus Christus. ist in Jesus Christus dass du in ihm deinen Erlöser erkennst und deinen Erretter. Wenn du in die Gemeinde kommst und in Jesus den Schöpfer von dem ganzen Universum siehst, wenn du biblische Geschichten liest oder Lieder über Jesus hörst, dass du für dich selbst deinen Erlöser und Erretter findest. Wir können nicht alles erklären und wir können nicht alles verstehen. Etwas wird für uns eine Herausforderung sein, aber in unserem Herzen soll eins bleiben, dass wir außer Jesus niemanden haben, zu dem wir gehen können. Ich verstehe nicht alles. Ich weiß nicht, warum du etwas tust oder warum du etwas nicht tust, aber ich weiß, dass du Gott bist und du bist mein Leben und wenn du das kannst, dann kostbarste, was du haben kannst. Ich denke, als Maria den Engel traf, der zu ihr gesprochen hat, du einen Sohn gebären und er wird der Gottes Sohn sein, sie hat vieles einfach nicht verstanden, aber sie war gehorsam und sie hat sein Wort befolgt. Ich frage Wir hören gleich ein Lied, das heißt Maria wusstest du denn? Maria Boga 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 И он дал бы тебе Если бы сегодня Господь открыл тебе Субтитры создавал DimaTorzok 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 Так же, как он Розбойнику сказал. Сегодня же будешь со мной в Раю. Этот Розбойник не успел сделать много хороших дел. И даже не успел креститься. Он верил в Господа. И там на кресте произошел обмен. Иисус дал ему свою праведность. Он на себя взял его в Вину и свои грехи. Этот особенный момент происходит тогда, когда люди распознают в нем Господа. В вере обращаются к нему. И приглашают его в свою жизнь. И ihn в sein Leben einladen. Я больше чем уверен, что Бог сегодня в что-то сердце стучит. Я призываю к себе. И Бог говорит, если ты откроешь мне дверь, если ты откроешь мне свое сердце, если ты откроешь мне свое сердце, если ты пустишь меня в свою жизнь, я войду и буду вечерить с вами. И для тебя это будет большая благословение. И для тебя будет это огромный Сегон. Давайте мы застаем для молитвы. Ласшем мы за молитвы. Я хочу, чтобы ты понимаешь, что мы в присутствии Божьей. И что эта молитва будет в присутствии Божьей. И для кого-то из вас это будет очень важный момент в жизни. Потому что после этой молитвы в твоей жизни произойдут изменения. И для того, чтобы мы будем молитвы. Я хотел бы обратиться в зал и спросить. Возможно, здесь среди нас есть кто-то, кто хотел бы пригласить Иисуса в свою жизнь. Кто готов сказал, Иисус, войди в мою жизнь. Кто готов сказал, Иисус, войди в мою жизнь. Прости мне мои грехи. Войди в мою жизнь. Войди в мою сердце. Сделай меня новым человеком. И благослови меня твоим благословением. Бог никого не заставляет. Но Бог дает людям возможность. Но Бог дает людям возможность. Принять свое решение. Это твое решение. Это твое решение. Пройти сегодня дальше, мимо. пила. Посту. Or остановиться. И поговорить с ним. Если есть среди нас, есть такие люди. Я хочу попросить, тебя поднять твою руку. И хочу помолиться вместе с тобой. Если бы ты попросил Иисуса прощения, если бы ты попросил Иисуса прощения, и его в свою жизнь, поднимите свою руку, я помолюсь мне с тобой. Я вижу твою руку, я вижу руки на балконе, я вижу руки впереди, я вижу твою руку там садим, я вижу твою руку. Молись вместе со мной вслух, если ты поднял руку. Господь Иисус, я открываю тебе мое сердце и прихожу к тебе таким, какой я есть. Я прошу тебя, прости мне все мои грехи, которые я сделал пред тобой, осознанно или неосознанно, я сейчас каюсь под тобой. Господь, я каюсь под тобой. Господь, я каюсь под тобой. Господь, я каюсь под тобой. Господь, вожди в мою жизнь. Ком в мою жизнь. Иисус, я приглашаю тебя. Я ладу dich ein. Будь моим Богом. Sei mein Gott. Будь моим Спасителем. Sei mein Реттер. И благослови мою жизнь на этой земле. И segни mein Leben auf dieser Erde. И я молился тебе об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Я помолюсь за всех, кто поднимал свои руки. Господь, я молюсь за всех, кто поднял свои руки. И кто молился, это молитвает сердце. По слову твоему, очисти их, освети их, омой их, и сделай их новыми людьми. Господь, пусть они переживают, что ты есть живой Бог. И Господь, пусть их жизнь изменится. Во славу имени твоего. Мы молили тебя об этом. Во имя Иисуса Христа. Аминь.